Привет, это Ребуар, но у мистера биста вышло новое видео, вся называется билет на самолет за 1 доллар против 500 тысяч долларов и что-то по-моему слишком дорогой билет, такое чувство, что за эти деньги самолет вообще можно купить, естественно, наверное, не такой премиальный, такие, наверное, миллиона по 4 стоят, но 500 тысяч за билет какого-то хрена это слишком много, как будто в космос полетел, короче, ролик давайте посмотрим, думаю, будет что-то интересненькое, поехали! правда, на самом деле, билет за доллар, я тоже не представляю, что там такое может быть, на кукурузнике, что ли, или иначе? Мы полетим на этом самолете, один полет, на котором стоит полмиллиона долларов, а также на частном самолете за 25 тысяч долларов, а значит, там будет не два, а несколько, неплохо, первым классом за 10 тысяч долларов, на дирижабле и многом другом, но прежде чем я покажу, охренеть, блин, там еще дирижабль, ну каково это, летать на самых роскошных самолетах в мире? Сейчас мы полетим за 1 бакс, ну и, нет, не кукурузник, это вообще что-то планер, я не знаю, как это называется, мы полетим на самом дешевом самолете в мире, он очень шаткий, вот доллар, я очень нервничаю, нечего нервничать, мне кажется, ну ему потом помимо доллара даст ещё денег, я уже полдюжины раз так делал, всего лишь полдюжины? 6 раз! Реально, 6 раз это же вообще ни о чём! Если бы сказал 3 ¼ раза, то ладно, я бы успокоился на 6 раз. Почему звук, как у газу на косилке? Потому что это мотор за газу на косилке Хехехехехехе... Чувак, блин, поржалucire Пора покатиться на самом дешёвом в мире самомолёте! Я бы пересрался, честно. Вы еще пока не летите, я только емите. Они чуть камеру не сбили. Взлетают. Не отстягивайся. Постарайтесь сохранить мне жизнь, да? Я пытаюсь. Прямо как будто падает. Капец, страшно. Это плюс для канала. Я узнал. Ну на таком суале вообще-то ты никуда не улетишь не подалеко. Все, что хотел, можно садиться. Не, я тебя еще покатаю. Ну же так, прошу вас. Этот чел оплачивает мои счета, осторожней. И если вы думаете, что это безумие, подождите до конца видео, когда у нас будет самый дорогой в мире билет на с... Не, ну это уже будет не безумие, это будет роскошь. А вот это вот безумие. Минутку ты меня огорчаешь. Чего я... Боже мой, они садятся. Приготовься, пассажин. Ой, жесть. Мы выжили! Блин, это охрененно. Билет в первый класс за тысячу долларов. Блин, что-то первой... Ну ладно, ну тысячи паксов, это на самом деле не особо-то много. Для билета в самолет. Хотя, вот, в ту же Японию, блин, как раз-таки, столько примерно в одну сторону лететь. Правда, естественно, не на первом классе, а всего лишь в экономии. Ну вот в чём дело, парни, я купил все места в первом классе, так что садитесь, где хотите. Поэтому это стоит явно не тысячу баксов, ахахахаха. Не желаешь лосьон Miracle Miss? Зачем? Первый класс, детка. Из-за снега на кухне, да? Эти такие, блин, вот это богатые, да? У каждого есть своё место и телевизор. В билет также входит приличная еда, бесплатная набор. Ммм, там креветки были, мне показалось. Средств для гигиены и... Ещё носки дают тебе в подарок, всё, я лечу на этом самолёте. Носки кончились. Хахахаха. Носки за тысячу баксов. Мы можем всё это забрать с собой, а во время долгих перелетов, откидываемся, оно должно разложиться в кровать. Охренеть. Мне это нравится. Хахахаха. Фу, мерзость. С ума сойти. А самое лучшее... А больше всего мне нравится то, что мне не придётся пообщаться с Ноланом. Прощай. Не нравится? Ты просто закрыла ему немножко дверцу, как бы, но лицо-то осталось, он сможет за всё равно говорить. Это стекло, оно меня изолирует. Я тут совсем один. Ну, именно поэтому оно мне и нравится. Хахахаха. Как они вы не любят. Единственный недостаток в том, что тут нельзя уединиться. Очень неловко снимать видео, когда все эти люди тут ходят. А, они типа проходят туда дальше, да? А теперь увидим, что может предложить билет на самолёт в... Ну, это на самом деле немного странная, кажется мне, вещь, типа, сначала идут те, кто... Ну, точнее, ну, сначала первый класс, а потом уже эконом-класс. И эконом-класс постоянно проходит через первый класс. Хотя, наверное, это сделали специально, чтобы бизнес-класс, типа, эконом-класс, точнее, первый класс не видел то, что происходит в эконом-классе. Десять раз дороже. Билет за десять тысяч долларов. Капец. О, боже, как здорово. Там ещё и планшет какой-то. Неограниченное пространство для новых, смотрите. Сперва... Ну, нет, вообще, видишь, ограниченное, как бы. Проанализируем, что нам доступно. Планшет. Огромный сенсорный телевизор. Только как-то сбоку как-то неудобно. Личный бар в кресле, закуски, это не шоколад Фистаблс, верните деньги, под... Хе-хе-хе-хе-хе-хе, я за что плачу десять тысяч баксов? Включаемся к вай-фаю. Может, мы заплатили десять штук за место, но всё равно приход... Вай-фай в двадцать баксов, вы чё охренели? Чё здесь, блин, где-то, ну, наглость. Десять тысяч баксов реально заплатили же. Плати двадцать баксов за вай-фай. Он не бесплатный? Мы взлетаем и это безумно. Я могу наблюдать за этим на телевизоре, а поскольку это 16-часовой полет, мне надо пос... Посмотрите, какая классная уборная. Тут чё ещё и ванная есть? Раковина, туалет и ду... Там душевая кабина, охренеть, в самолёте! Это безумие. Посмотрите, мы на высоте 9 километров, а я могу принять душ. Это на самом деле вообще очень круто. Я боюсь самолётов, честно говорю, ни разу не летал и как-то не особо хочется. Но вот в таком, такой экспириенс, типа, моешься на 9000 километрах, это, наверное, охренеть какой-то. Кроме того, мы с парнями можем заказать сколько угодно изысканных блюд, и это ещё не всё. Прямо сколько угодно, но мне кажется, за них всё-таки платить надо. Самое лучшее мы приберегли напоследок. Эй, как дела? Так. В задней части самолёта есть частная лаунж-зона. Эй, Джимми. Да? Ау! Ты не спишь. Да я тебе, пофигу, блин, столько денег зарабатывает. Это было место в самолёте за 10 тысяч долларов. Двинь камеру вверх-вниз. И вот мы готовы подняться на место за 25 тысяч долларов. Нифига себе, это чё, двухъяростный самолёт, как будто бы автобус. Всё так, здесь не один этаж. С ума сойти. А, это в том же самом самолёте. Это безумие. Мы будем сидеть над другими людьми. О боже мой. Это ваша комната. За 25 тысяч долларов вы получаете две огромные комнаты. А, это безумие. Я подобного никогда не видел. Блин, ну чё-то как-то, правда, на самом деле, маленькие эти стены. Побольше бы их сделали, чтобы можно нормально было удивиться. В этом самолёте у нас в четыре раза больше места, чем в предыдущем. Ну это жесть, конечно. Ни разу не видел самолёта, на котором можно легко прыгать. Ага. Так, смотрите. Так же тут два кресла, куча телеков. Капец. Тут телеков больше, чем во всех других самолётах. Ну это, на самом деле, не намного дороже, чем предыдущие. Потому что, как бы, две... Две комнаты тебе даются, да? Два кресла за 25 тысяч. А там одно кресло за 10 тысяч. Поэтому всего лишь, типа... На две с половиной тысячи дороже, можно сказать, от человека. Так что это вообще прям... Еду подают, персональный бортпроводник. Почему после определённой цены билета, всегда подают икру? Да, и чёрную! Ха-ха-ха-ха! Потому что она стоит. И ванная. Надо кое-что обсудить. Эта ванная сплошное разочарование. Да? Она реально что-то. Нет душа, нет полос подогревом. Даже нет душа. Места в два раза меньше. Думаю, что полёт за 10 тысяч был бы более выгодным. Нет, на самом деле, реально, типа... В 10 тысяч нам выглядит ванна как-то презентабельнее. Вы же платили такие деньги за один полёт. Я бы не рекомендовал, я бы посоветовал автомобиль. Купите лучше тачку... За 25 тысяч баксов, согласен, лучше реально тачку купить. Это сколько? Это... Это два миллиона почти. Два миллиона рублей. Это такая... Тачку иенную купишь. Это купишь квартиру, одна комната у меня в городе. Теперь лучшая часть комнаты. Даже, наверное, душку можно найти. Двуспальная кровать. Вот это вообще круто. А! Места не сделать каждое сидение кровати. Бро, вместо трёх сидений в ряд, поставьте лучше трехъярусную кровать на два места. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, так! И вообще, круто офигеть. Во, ещё и Телег можно так смотреть. Я как бы сплю, ты что пришла? Чё ей надо-то? Хахахахахахахахахахахахахахахахахаха, чё ей надо-то? Доброе утро! Спалось и правда хорошо. Кэрл, проснись, мы идём на посадку. Я спал. А! Потому что они на посадку идут, вот она его убью. КАМЕНЬ. Это был самый дорогой Камень, это плохо или хорошо? В мире коммерческий рейс Время для частных... А! Это даже коммерческий был рейс? Охренеть! А где они такие летают? Куда? ЭТО САМОЛЁТ ЗА СТО ТЫСИЧ ДОЛЛАРОВ! ЭТО ШТУКА ОГРОМНОЕ! За эту цену вы получаете ВЕСЬ САМОЛЁТ! ЧАСТЫЙ! ЧАСТЫЙ! И так, на самом деле, в десятером если полетишь, то по 10 тысяч баксов как раз таки... ЧАСТЫЙ! О, это прям как яхта! ЭТО... Ну, здесь кровати нет, тут просто выглядит красиво, презентабельно, охрененно, но насчёт комфорта... Безумие! ЭТО НЕВЕРОЯТНО! А знаете, что самое безумное? ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОДНА ИЗ ЧЕТРОХ КОМНАТ! ЭТО ЕЩЕ НЕ ВЕСЬ САМОЛЁТ! Я думал, что это всё! ОГО! ПАРНИ, ИДИТЕ СЮДА! ЧТО ЭТО ЗА ДИВАЧКИЕЕСЬ! ЭТО ЕЩЕ ОДНА ЗОНА ОТДДЫХА С КУЧЕЙ ЗАКУСОК И ОГРОМНЫМ ТЕЛЕВИЗОРОМ! ЭТО ЕСЛИ ТЫ УСТАЛ, ТО У ТЕБЕ ЕСТЬ ОДДЕ... ЭТО ТИПО ПУКИНУЛ, ЧТОБЫ РЕКЛАМА НЕ БЫЛА? ОГО! 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 ПОМОЛЧИ! ТО, ЧТО МЫ ВЗЛЕТАЕМ! ТОНКА НЕ КАМЕРААААААААААААААААААААА! ВОТ ОТ ГЛОЗАДА... БЕЗУМИЕ! ОГО! ТАК... ОГО! Ч Теперь! ОГО! Иut! ОГО! Так... ЭТО НАС суЭТЛЬЕЛЕ БЛИН СТРАШНО... От пока эта лучшая ванная комната, это туалет на унит... А, ЭТО ТУАLETТ? Я думал ты сидишь на этом диване и ждешь пока кто-то из толчка выйдет Ахайеть бл** я хочу такой толчок сидеть Эй Нолан как тебе там ванная удобно надеюсь? Что происходит? Я не понимаю Нееет 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 Он никогда туда не выйдет Ого Тут стейк, картофельное пюре и овощи Также вы воодушевили меня и я принесла вам пиццу Дееее-е-е Вы одушевили поэтому принесла вам пиццу Мне кажется стейк всё-таки получше Это мой любимый самолет Тут есть youtube Но мы не появились первыми Поэтому уже нет Видно что это кровать богача Потому что здесь штук 500 подушек И закрылся так от всех Проводница тоже vậy и в этом прелесть частых полет да ладно им разрешают рулите поделы что хочешь и когда хочет управлять самолетом чанлер точит пиццу крис дремлет а где нолан я не знаю самолет самолетом нет пересадок не проходишь таможню поэтому и к ныр кучу времени вот почему практически у кого кучу временном правда богатого человека я сейчас мы скоро приземлимся он до сих пор там как тебе полет все равно лучше чем на месте за 1000 долларов лететь на в толчке за 100000 и лучше чем за 1000 а чему-то закрыл ай ловчина написано надпись я скоро покажу а ладно зачем я сниму повязки как думаете что изображено на боку дирижабля номер телефона новна ты написал телефон было бы забавно ай лов карлс мама твоя мама у него сердце он не любит твою маму это был стране я люблю ее можно нажать 300000 баксов чтобы на нем прокатиться вот в этой маленькой тарелочки он двигается этот гигантский летательный аппарат можно просто тянуть за веревку вам наверно интересно как я смог арендовать дирижабля заплатить шестизначную сумму за предмет зеф рекрутер платформа к а рекламу я использую для найма монтажеров операторов и буга в смысле я думал тебя оператор свой личный и монтажер посмотрим перестанет ли он парить когда я в него сяду вот это вот это жирный это значит что это это значит много качаешься или я толстый или ты толстый о собскрайд нет вот на самом деле типа это странная фигня 300 тысяч баксов а давать вот за это и вот в такой маленькой кабинке ты будешь кататься ну такое и вот идут на зеф рекрутер в поисках новой классной работы если дирижабль упадет и я умру вы парни можете найти новую работу в зеф рекрутер а я думал мы можем забрать этот канал что угодно на выбрал маму карла мне на гонке мы пролетим на этом дирижабле над крупнейшим в мире гоночным соревнованием со 150 тысячами зрителей неплохо так на самом деле это же дофига не знает прежде чем я разобьюсь на этом дирижабле я расскажу вам о зеф рекрутер недавно мы разместили вакансию на зеф рекрутер и сейчас я позвоню одному из кандидатов и проведу собеседование кто мистер бист я видел твою анкету на зеф рекрутер меня слышно как это не важно смысле такое какими творческими множествами такими окей неплохо пришли мне несколько примеров твоих работ если вы как томас хотите получить шанс работать у нас кликните на ссылку в описании или зайдите на сайте прикрутерс . да блин мне что-то кажется что у него свои собственные монтажеры есть зачем ему это не понятно так сейчас мы находимся на дейтона 500 одним из самых посещаемых спортивных мероприятий ты не мог написать на дирижабле что-нибудь получше нет это идеально это не так они нас видят вон они карл я подтверждаю здесь все любят твою маму все кричат мы любим твою маму ну ладно не все конечно 150 тысяч но человек там 100 например да мама карла если вы смотрите вы милая дама я думаю ей будет приятно ты психопат все для твоей мамы это какой-то уровень и новый уровень игроков доту я предлагаю очень сильно а площадь его больше чем у моего дома почти невозможно представить насколько огромный самолет здесь у нас спальня спальня еще одна спальня типа за 10 часов ты отдаешь поля продолжаем это для команды еще одна спальня а для команды этих в добру проводники это моя спальня на самолете гораздо более экстравагантные позолоченные раковины несколько душевых зачем я что там это унитаз в самолете есть кинозал в котором армазки до 12 человек а вот там находится гостиная это диван круто чем то что у меня дома хочу чтобы вы знали что жалко на самом деле то что практически никто в мире не может позволить себе вот это ну типа сколько один процент всего населения даже вы видели только треть самолет это не все что вот там это иксбокс что надо правда старый спальне можно вызвать борт проводника делать массаж думаю мне не стоит 2 миллиона долларов господа как мы смогли позволить себе этот самолет Да в смысле? Ты, блин, зарабатываешь дофига. Думаю, благодаря фанатам. И поэтому мы пригласили кучу случайных подписчиков. Случайно? Ха, это случайно не тот чувак, который у него участвовал в доме. А, нет, всё-таки тут похудеет. В полёт на самолёте за полмиллиона долларов. Офигеть. Вы когда-нибудь летали на частном самолёте? Нет, впервые или чем. И он самый дорогой на планете. Я не видел ничего подобного в самолёте. Я вообще самолётов не видел в жизни. Мэм, а что это, не подскажете? Это шоколадки для гостей. А можете выбросить их? Почему бы нет? Развлекаться так по полной. С этого момента подавайте вот этот шоколад, хорошо? Он называется Fistables. Это самый лучший шоколад на планете. А тут чёрт возьми... Блин, я даже захотелось... Что такое? Это должна быть секретная комната. Там комната экипажа. На нас очень странно посмотрели. Типа туда нельзя сходить вообще. Внимание, ребята, мы сейчас взлетим. Пристегните ремни, прекратите хулиганить. Спасибо. Прикиньте бы, разбил самолёт своим пашкой. Блин, а это бортпроводится весело. А какие люди обычно летают на таком самолёте? Бизнесмены. А как вам мои тупые друзья? Хороший. Да, можно сказать, что они тупые. Но это же весело. При такой цене вам подают еду высочайшего качества, когда вы захотите. И в любое место самолёта. Даже в ваш личный номер. Не хочешь? Знаете, куда мы летим? Нет. Мы отвезём вас всех в Диснейленд. Дадим вам два дня и оплатим все расходы, чтобы вы могли делать всё, что захотите. Вообще повезло людям, а? Не можем вы. Я им завидую. Так что, если вы хотите полететь на самом дорогом самолёте... Я так понимаю, следующий ролик будет про Диснейленд? В мире, а затем провести два дня в Диснейленде. Подписывайтесь. Охрененный ролик. Второе место в трендах. А почему не первое? А кто там в первое? Блин, даже проверять не хочу. Ролик офигенный. Получился, как обычно, убийственный, эмоциональный, крутой и... Завистливый. Да, я очень завидую. Но это прям очень круто. Спасибо большое ему за контент. Надеюсь, вам понравилась реакция. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.